Юные каюры передали эстафету взрослым и опытным погонщикам. Сегодня зимний фестиваль продолжила гонка-пролог. Ежегодное мероприятие собирают любители ездового спорта со всей страны. Чем в этот раз удивили каюры и организаторы Беренгии, расскажет Валерия Стычинская. Самое долгожданное событие февраля, торжественное открытие Беренгии 2021, состоялось на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова. Именитых каюров и спортсменов, которые только начинают свой путь, с почетом приветствовали на главной сцене фестиваля. Приветственным словом к зрителям и спортсменам обратился губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Я хочу еще раз подчеркнуть, что для нас Беренгия – это знаковое мероприятие. Это наша традиция, это квинтэссенция жизни Севера, это то, чем мы гордимся и что хотим широко нести по всей России, а впереди, в будущем уверен, и по всему миру. Пролог – это начало череды праздничных и спортивных мероприятий. Именно с нее стартует традиционная гонка на собачьих упряжках Беренгия. В этом году она стала юбилейной, 30-й. Пока каюры готовят собак к старту, гостей праздника развлекают танцами, играми и вкусными угощениями. Несмотря на то, что Беренгия всегда считалась традиционным спортом, с каждым годом в ней все меньше участвуют каюров из северных районов полуострова. Беренгия, мы называем традиционная гонка на собачьих упряжках Беренгия, она должна быть действительно традиционной гонкой, которая в самом деле будет способствовать тому, что представители северных поселков Камчатки, ну и других поселков, будут выставлять на эту гонку большого количества каюров, традиционщиков. Скажем, год нам по идее должно быть больше и больше. У нас пока это не происходит. Однако каюров спортсменов становится все больше. И все чаще в упряжках, кроме привычных хасок, маламутов и самоедов, можно заметить и норвежских метисов, так называемых спринтерских собак. У опытного каюра Дарьи упряжка состоит именно из таких гонщих. Большую часть жизни девушка посвятила ездовому спорту. И на этой гонке постарается занять призовое место. Мы начинали с раннего детства с собаками возиться. То есть мы сначала были на питомнике «Снежные псы», теперь уже занимаемся как свой питомник. То есть мне в принципе это очень даже интересно, мне нравится водиться с собаками. То есть от этой гонки. Но я постараюсь выложиться на все сто, то есть стремимся только вперед. Считанные минуты остаются до старта пролога Берингии 2021. В этом году на старт вышли 44 каюра. Они медленно приближаются к старту и вместе с главными героями гонки, своими четвероногими друзьями, ждут сигнала судей. Только что гонка пролог официально стартовала. Первые каюры уже отправились в путь длиной 10 километров. Трибуны ревут, поддерживая спортсменов, и с нетерпением ждут ответа на самый главный вопрос сегодняшнего дня. Кто же станет чемпионом гонки пролога Берингия 2021? По результатам гонки пролога в спортивном зачете призовые места завоевали девушки. На первом месте Наталья Орехова. В зачете Берингии лидером заезда стал Валентин Левковский. Они получили сертификаты на 100 тысяч рублей. А кому достанется главный приз большой гонки 3 миллиона рублей, узнаем уже скоро. Валерия Стычинская, Михаил Юдаев, Вести, Камчатка.